В этой небольшой комнатушке уже 4 года живет пенсионерка Александра Брагина, инвалид второй группы. У женщины болят ноги и дойти до туалета и ванной она не может, поэтому превратила свою жилплощадь в отхожее место. У нас условия есть на четвертом этаже, то бишь она живет на втором, но она поскольку не может толком ходить, она инвалид второй группы, соответственно четвертый этаж она не доползет. И поэтому она постоянно падает, даже если она на улицу выходит, то она постоянно падает, постоянно ее люди подымают, на улице подымают. И поэтому ей приходится прямо нужды свои справлять прямо на полу, раньше наверное ведро, а теперь прямо на пол. Местные жалуются, что такое соседство им не нравится. Пенсионерка открывает окна, чтобы проветрить и подъезд промерзает. А если окна закроют, все задохнутся от вони. Во-первых, старший по дому. Ко мне все обращаются, все жалуются. Ну и самое то же, невозможно. Но это же запах такой, это же отвратительный. Пройти, ну в общем, не знаю, как еще высказать. Ей сколько раз предлагала, говорю, Шура, давай тебя определим до инвалидов. Она падает и сама туда. Я не хочу. Ну в чем дело-то? Может быть, ей образ жизни такой нравится. Мы ей предлагали также в дом инвалидов или дом престарелых. Звонили сыну. Сын как бы отказывается ее забирать. Что можно сделать? Переселить ее? Ну я не знаю, насколько вот девочки обращались куда. В администрацию говорят, везде одни отказы. Жалко и саму бабушку. Чем она питается и как живет, остается только догадываться. Уходит из комнаты и часто сидит в подъезде или на улице. Социальные службы ей не помогают. Что-то туда направилась. Уже ехали. А? Куда ехать-то? Как куда? Поликлинику. Поликлинику. А поликлинику зачем? У кого же? Комната, в которой живет пенсионерка в муниципальной собственности. Но у властей свое мнение о том, как можно ситуацию решить. В мэрии нам пишут письма. И еще кто-то из мэрии сказали, что мы должны терпеть и ждать, когда она представится. И так в основном отвечают. В мэрии Шуи отметили. Брагину переселили из аварийного жилья. К ней уже на этой неделе придет соцработник. А жильцы дома виноваты сами. Вот данная комната, которую занимает гражданка Брагина, она входит в состав коммунальной квартиры. И жители вот этой коммунальной квартиры, в коммунальной квартире есть общеквартирное имущество. Таким примером являются душевые комнаты, технические комнаты, общие кухни, иные помещения. И вот жители, они сами блокируют ей доступ в эти живые помещения. Поэтому свои материальные бытовые потребности Брагина вынуждена удовлетворять у себя в комнате. Мои жители тоже об этом не раз уже писали, уведомляли, что они обязаны обеспечивать ей до отпуска. Нанимателя квартиры можно выселить через суд, если он систематически нарушает права соседей и бесхозяйственно содержит жилье. Да, у нас есть статья 91 жилищного кодекса. Если такие факты подтверждаются, то вплоть до выселения без предоставления жилого помещения. А вот определить бабушку в интернат власти не спешат. Если она сама не хочет, соцзащита бессильна. Остается вариант признать пенсионерку недееспособной и спасти тем самым и ее, и весь подъезд. Но это под вопросом. Соцработника бабушка в глаза не видела. Правда, нашему телеканалу обещали, что он появится и очень скоро. Мы со своей стороны обратились к омбудсмену. Разобраться у полномочной по правам человека обещала. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Шуя.